Донбасс Донецкая Народная Республика Это рабочий, который в 2014 году взял в руки оружия и пошел боевать, защищать свою родину в машину Рабочий фронт Донбасса приветствует международную конференцию рабочая коммунистическая партия История повторяется, на Донбассе социалистическая революция произошла на два месяца раньше, чем Октябрьская Впервые была создана республика не по национальным признакам, а по экономическим Были объединены два промышленных бассейна, Донецкий угольный и Кроворожский рудниковый металлургический 6 мая 1917 года в Харькове состоялся первый областной съезд Советов рабочих депутатов Донецкой и Кроворожской областей На котором завершился процесс административного объединения Харьковской, Екатеринославской, Кроворожского и Донецкого бассейнов Область разбили на 12 административных районов, в каждом из них входило по тесте 20 местных советов При формировании новой области игнорировалось старое административное отделение Российской империи В ее вошли Макеевка и промыкающие к Мариуполю и Таганрог земли, которые принадлежали области войск Адамского А также Кроворож, относившийся к Херсонской губернии Председателем Совета и Сполкома Донецко-Кроворожского объединения был избран СССР Ласар Голубовский 4 сентября 1917 года лидер большевиков обкома Артем или Федор Сергеев заявил на совещании фабрично-заводских комитетов в Харькове В настоящее время мы порвали с временным правительством и приступили к образованию своих властей Организации которой будет привлечен весь Танецкий бассейн 7 сентября он телеграфировал СК РСДРП о создании революционного штаба Что штаб, верховный орган, неподчиненный временному проявительству За сосредоточившейся в себе всю власть на местах Фактически это был декретированием республики Харьковской губернии Так, 29 ноября орган власти Донецко-Криворожской области из полков местных советов принял официальную резолюцию Развернувшись в широкую агитацию за то, чтобы отстаивать весь Донецко-Криворожский бассейн Схарьков в составе Российской республики И отнести эту территорию к особой едино-административной самоуправляемой области 17 ноября пленум обкома отверг Третий универсал Центральной Рады Заявивший претензии на Донецко-Криворожский бассейн И потребовал проведения референдума по вопросу самоправоглашения На областном съезде Совета в декабре 2017 года Руководство Советом приняли большевики Председателем Совета был извран Магидов Афресиниум из полкома Васильченко Член РСДФБ Провозглашена Донецко-Криворожская республика 30 января 2018 года На 4-м областном съезде Совета рабочих депутатов Донецко-Криворожский бассейн в городе Харькове В состав Донецко-Криворожской республики вошли Харьковская Екатеринаславская губерния Часть Криворожья Херсонской губернии Часть единства Торрической губернии Приегающие к ним промышленных угольных районов Области Вольска-Донского полити в железной дороге Ростов-Лихая Левобережье Сейчас это нынешняя Донецкая, Луганская, Днепропетровская и Запорожская области А также частично Харьковская, Сумская, Кривсонская, Николаевская и Российская-Ростовская В республике были проведены реформы Территориальная реформа по экономическому признаку А также судебная реформа Введены единые формы судопроизводства Налоги это для крупных предпринимателей Но при этом были возвращены ранее конфискованные средства частных банков Бесплатное обучение для детей бедноты И открытые курсы ликбеза Была разработана программа по созданию детских летних лагерей В республике была национализирована крупная промышленность В частности металлургические заводы Ликвидировали акционерные общества Национализированные шахты и рудники 9 февраля 2018 года Украинская народная республика и центральные державы Подписали сепаратный мирный договор И менее через неделю после провозглашения Донецкой Республики Германские и австрийские войска По приглашению правительства УНР Вступили на территорию Украины Для защиты ее от Советской России И начали масштабное и быстрое продвижение на восток Уже 1 марта они были в Киеве 18 марта немецкие войска Вторые в пределы ДНР Когда началось наступление немцев Председатель правительства Артем Федор Сергеев Послал к ультимату императору Вильгельму Где предупреждал В случае нарушения границ Донецкой Приворожской Республики Которая никакого отношения к Украине не имеет Республика будет считать себя в стадии войны с Германией Для отпора оккупационным войскам был организован набор добровольцев Красной Армии Из-за неравенства сил вооруженные отряды Донецкой Криворожской Республики Были вынуждены отступать 3 января 1919 года Украинская Советская Дивизия заняла Харьковстори После этого сюда переехало временно рабочее крестьянское правительство Украины 6 января 1919 года Советская Украина стала именоваться Украинской Социалистической Республикой Украинская Советская Социалистическая Республика была провозглашена как самостоятельная республика 10 марта 1919 года На третьем всеукраинском снизу Советом прошедшим в Харькове Тогда же была принята первая конституция СССР 17 февраля 1919 года по предложению Владимира Ильича Ленина Было принято постановление Совета обороны РСФСР о ликвидации Донецкой Криворожской Советской Республики В качестве флага существует версия Вообще-то в революционных кругах использовался красное революционное знамя Существует версия, что флагом Донецкой Криворожской Республики был черно-красно-синий триколор Проект, который якобы был принят 27 апреля 1917 года На первом угласном съезде Совета Донецкой Криворожского бассейна в Харькове Красный цвет символизировал круг пролетового борьбы за свободу Темно-синий цвет дух народа, а также воды Азовского моря И черный цвет плодородной земли Юга Малоруссии и уголь Донбасса Что же произошло в нынешние времена на Украине и на Донбассе? После развала Советского Союза, неимоверных грабеж государства Разбул коррупции, бюрократии, расслоения общества на бедных и богатых Я житель города Макеевки Советская Макеевка индустриальный центр Донбасса 29 шахт, трубзавод, металлурический комбинат имени Кирова Флопчатобумажный комбинат, два коксакима Что мы имеем на сегодняшний день? На Ладон дышат три шахты, два прокатных стана и два коксакима Только открылся один вот в начале войны В 2000 году бывшая Советская партия Это все целенаправленное уничтожение рабочего класса как класса В 2000 году бывшая Советская партнамент Латора, так сказать, красный директорат Объединились с криминалитетом и создали партию регионов Произошел раздел элит на оранжевую, проевропейскую, голубую, пророссийскую Аллая правочность которых не ускупала друг другу С приходом власти Януковича, то есть партии региона Уровень коррупции перерос все мыслимые и немыслимые планки Государственная казна опустела В конце 2011 года, начало 2012 года, тупо нарушая все законы Конституции Украины Снимаются все социальные выплаты Матерям-одиночкам, детям войны Шахтерам-регрессникам, афганцам, чернобыльцам Коммунистическая партия Украины заняла позицию правительства Регионалы в течение двух лет ведут пропаганду о вступлении в евроинтеграцию Когда прошло время подписывать договор Внимательно изучив документы, Янукович отказывается от подписи Этой же ночью в санкции протеста собираются около 500 студентов Их разгоняют дубинками На следующий день доведен это отчаяние, а народ выходит на Майдан В первое время мирные спокойные с требованием отстанки правительства Януковича Через месяц на Майдане появляются группы националистов Еще через некоторое время начинается стрельба Погибает небесная сотня Кстати, кто стрелял и на кого? Независимого расследования до сих пор нет В середине февраля 2014 года президентом Януковича был подписан мирный договор с Майданом Майдан не утекает, Янукович спасает свою жизнь, бежит с Украины В власти приходят ярые националисты На Донбассе тоже неспокойно В принципе, с бегством Януковича как утром проснулись у нас нет Ни губернатора, ни половина мэра в городу, ни прокуратуры, ни милиции Все дернули в слезы Януковича Ну, в принципе, кого уже кто остался и принял в сторону правительства Тих просто вынуждали уже бежать Ну, в принципе, каким способом заходили там в воскресенье в исполком Требовали приезда мэра города и вынуждали его писать заявление на расчет Вот так осталось, как бы сказать, без власти на Донбассе Украина тоже начала засылать своих представителей власти То есть в милицию, в прокуратуру, своего губернатора, такого же олигарха Как и был ничем не отличавшийся Вот, их не допустили в власти Вот Ну, так длилось до 14 апреля 14 апреля 2014 года Турчинов издает указ По начале антитеррористической операции Против кого? Неизвестно Ну, и началась война Первое время, как пошли еще украинские войска И пытались мирным путем как-то остановить И 25-я десантно-штурмовая бригада сдалась вообще мирному населению Ну, уже в конце апреля, в начале мая Начались бои под Славянском Вот, следом пошли бои под Карловкой Вот, оружия не хватало Собирались казачьи батальоны Так как коммунистическая партия Отказалась вступать в эту борьбу В принципе, полностью дискредитировав все коммунистическое движение Вот Ну, и как оно добывалось оружие На машинах 3-4 машины нападали на мелкие подразделения На блокпосты отбирали оружие И уходили Уже были созданы казачьи батальоны Вот Уже Донецкая область была полностью, считай, окружена Украми, в принципе, был один проход Вот этот вот, объединенный через Торес Славянск С Луганской народной республикой Вот Ну, уже когда вывел войска Славянск был полностью окружен, блокирован Не поступало туда уже ни боеприпасы, ни продовольствия Стрелков вывел оттуда войска 3 тысячи человек удерживали 85 суток Украинскую 30-ти тысячную украинскую армию Вот Выходили, он на Краматорск Послал батальон казачий А сами, как сказать Туркозьими тропами выходили на Донецк После выхода стрелкова уже с Донецка На Донецк уже армия ДНР приняла Еще не армия казачья Батальоны уже объединялись И пошли бои Под Славянском Под Шахтерском Под Торесом были освобождены Торес, Шахтерск Бои под Измайлова Вот Потом Котел Котел организовался Под Иловайском С Славянска уже выбежали Бросали оружие И технику Бежали уже с Мариуполя Вот Наступление ДНР Обцов было остановлено Минскими соглашениями номер один В 14 ноябре месяце Создавалась армия ДНР То есть все эти казачьи батальоны Уже писали контракты Объединялись в армии Вот В феврале месяце Бои под Дебальцево Вот Дебальцевский Котел Вот Акад был остановлен Минскими соглашениями 2 Минские соглашения не выполнялись И не выполняются На данный момент Как обстреливались Мирные города Так и обстреливаются Окраины Донецка В Донецке в самом Вроде как мирная жизнь Вроде тихо спокойно Розы цветут А окраины Помпятся Вот Что сейчас Кому выгодна эта война Ну в принципе я Не удивлюсь Если Вот этот уголь Южноафриканский Вдруг окажется Что это уголь Донецкий Через российскую Границу Переправляется На Одессу В Одесский порт Так что Выгоду Кто-то над этим Имеет Также Выгода Этим коррупционерам Которые Бежали Нас не сообщили Ну я считаю Что это Единственный Выход Для Украины Так как Опять же Как сто лет назад Объединяться Угольный и Металлургический Криворожский Бассейн Заработает Промышленность В Харькове Днепропетровске Запорожье Хотя в принципе Много Отправилось Кровь Вот Ну На Донбассе Сейчас создается Рабочая Организация Такая Рабочий фронт Донбасса Вот Ну цель Как в идеале Это выглядеть Хочу сказать Что Это Возрождение Рабочего Класса Класса Способного Не только Постоять за свои права Ну и диктовать Свои условия И конечная цель Возрождение Союза Советских Социалистических Аплодисментов Возрождение Аплодисментов Прошло Поздно Поздно Из народного Творчества Я хотел бы Прочитать Тут Басню Ярослав Артур Творчества Все ослепляли и битком осла прогнали. Еле ноги он унес, как нашкодивший гормоз. Только волки-самозванцы, то ж такие же сосланцы из-за всяких заграниц, халуи заморских птиц, думали лишь об одном. Как наполнить златым дом, в дом, в котором сами жили, а собратьев в них забыли. Коих жизнь теперь совсем загерела, видно всех. Стало просто невозможно, следуя тропой ложной, снова начал лес ротать. У руля лжеца и таль, в банда новых казнокрадов, об обратной линейки рада, ведь весь лесной народ честной. Вон и вскоре, ой-ой-ой. У держанного корыта, а говорить о том открыто, стал везде народ лесной. Бесконечной войной обернулся этот ропот, что достало и поэта. Ни волшебнику, ни бог, будем разве не помог, страдающим увидеть выход из наглядочного лиха, из немыслимой беды, дергания туды-сюды, совершенно путь не тот. Тут мораль такая вот, вас никто себя узнает, на себя пусть не пеняет. А собрать ему в бедах, собрушительный плак, надо вам объединиться, чтобы с хищными сразиться, и от них очистить лес. Глупо, манглышко, лес. Глупо, манглышко, лес. Сидит по Европе и плачет, что вот фашисты изобретили компания. То есть самая действительно деятельность работы этой фашисты.